Колени, так же, как и локти, оружие близнего боя. На дальней дистанции бежать и попытаться нанести удар коленом не совсем не имеет смысла. Если вы встретились с каким-нибудь серьезным подготовленным соперником, может быть, как разовый вариант, может принести определенную пользу, но в серьезных случаях это немножко рискованно. Я предлагаю два удара, ну так и есть, два удара колена, прямой и короткий сбоку. Как выполнять? Стоим в боевой стойке, желательно удары коленем выполняет захват. Схватать человека за туловище, за голову, чтобы он не мог уйти, вырваться, подтягивать и наносить удар. Удар также наносим в три уровня, по ногам, в бедро, по ахтам и так далее, в зависимости от ситуации, в живот, туловище и в голову. Мы сейчас будем отрабатывать, ну в основном, туловище, такой средний вариант, чтобы вы поняли, как это все делать. Значит, первый момент. И если еще такой нюанс есть, если вы занимаетесь боевым искусством или спортивным единоборством, естественно, одевать экипировку, боксерские перчатки или какие-то другие, снарядные перчатки там, и в этой ситуации захват делать очень тяжело, в боксерских перчатках ты не схватишь, да? Вот, поэтому там обхват идет немножко другой, то есть мы берем, допустим, левую руку сверху, правую или наоборот, вот таким образом, да? Крепко держим, вот, получается, предплечьями, не пальцами, а именно руками, да, предплечьями, вытягиваем и наносим удар. А если, допустим, вы используете удары коленями, ну, не дай бог, конечно, на улице, там, или в каких-то таких нестандартных жизненных ситуациях, то очень удобно, конечно, хватать руками за волосы, за горло, за одежду, вытягивать и наносить туда. Вот такой вот нюанс, значит, вот, если вы взяли человека за шею, ну, руками, да, голубя, без экипировки, то ни в коем случае, вот, очень многое бывает, так что вот так вот, вот такой захват делать, вот такой. Да, он крепкий вроде, нормально, но очень опасный, потому что если человек скрутится, да, вот, вы можете просто свои пальцы повредить. Поэтому, если вы когда отрабатываете или, ну, применяете захваты, допустим, ни в коем случае, так не делаете, значит, можно так, так, привыкайте, так, как хотите, но не вот так, не пальцами. Итак, давайте приступим, значит, давайте я сбоку встану, чтобы вам удобно было, я юнитирую захват, захватил или так, не важно. Наношу правым, правым коленом прямой удар туловища, значит, я поднимаю колено. Так, если я захват сделал, видите, мой противник, ну, очень близко ко мне стоит, да, то есть у меня нет возможности, там, вот так вот, амплитудно его пробить. Расстояние очень маленькое, мне надо с этого маленького расстояния умудриться, очень хорошо, четко, акцентированно попасть, нанести удар и повредить ему. Да, ну, в принципе, для того, чтобы, если вы в голову, да, допустим, нанесли удар коленом, даже не сильно, этого хватает. Потому что кости, ноги очень тяжелые, имеют такую вот, очень огромную силу, чем руки или даже локти, поэтому коленом не надо прям пытаться там прям аж с такой амплитудой жесткой, да, нам нужно четко, точно и вовремя. Это вот такой принцип. Значит, мы берем, имитируем подхват, поднимаем ногу, правую ногу в коленях, немножко оттягиваем, вот, как бы, получается, такой, это таз ближе к себе прижимаем, подтянули, вот отсюда идет такой удар прямой, передней частью колена. Еще раз, раз, нанеси удар, вернулись. Таким образом отрабатываем. Вернулись. Вернулись. Сблизней ноги. То же самое. Раз, вытянули, вернулись. Значит, при ударе обязательно носочек тянем вниз, максимально прижимаем к себе, вот так уходим, и тазом вперед, как бы, вот, как ракета там вылетает вперед, наносим ударное движение. Еще раз. Сюда, раз, вернулись. Раз, вернулись. Обязательно руки подтянули. Даже если вы не захватили, руки держим сюда, вытягиваем. Еще раз. Ногу поменялись, вернули. Раз, раз, раз. Вот таким образом. Теперь есть упражнение, которое хорошо помогает вам отработать серийность и сочетать удары коленями правая ноги левая ноги. Значит, мы имитируем захват. И начинаем делать такое движение. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Скручиваем. И раз, два. Раз, два. Вам надо поймать динамику. Раз, два. Раз, два. И таким образом работаем. Приготовились, поехали. Скрутили. Еще раз скрутили. Скрутили. Ну вот. Примерно таким образом мы отрабатываем прямую удары коленями. Сейчас я своим партнерам продемонстрирую, как отрабатывать их лават. Значит, стоим в боевой стойке. Имитируем охват руками. Да, вот как бы за голову. И право прямой. Без захвата. Имитируем. Поехали. Выши руки. Выши руки. С левой ноги. Ну вот. Таким образом мы, ну скажем так, пробили, да, вот со стойки на дистанции. Теперь, ну... Теперь хорошо, чтобы почувствовать прямой удар. На колене. Нам нужно поработать в клинче. Что такое клинче? Клинче, это когда я, допустим, в разных видах спиноборса, есть разные понятия клинче. Ну, как бы, клинче, это ближняя дистанция. Это мое тело соприкоснулось к телу моего противника. В боксе нельзя захваты, а отхваты делают. Поэтому у них клинч очень специфический, да, вот в клинче взял, вот так встал и начинает работать, да, вот так встал и начинает работать, да, вот так встал и не дает связывать там и так далее. Поэтому ни в коем случае хватать вот так нельзя. Ну, такие правила, допустим, в кикбоксинге тоже самое, когда есть удары ногами в отсечке, там и так далее, в разных видах, да, в разных разделах. В тайском боксе клинч очень специфический, то есть в тайском боксе сразу берут за голову, отжимают, наносят ногами, оленями, локтями, скручивают, еще в труб выводят из равновесия, ну, такой достаточно плотный и мощный. Допустим, в различных версиях, где, ну, смешанных единоборств, клинч уже борьба, захватил, скрутил, бросил там и так далее. Да, поэтому такой клинч, понятие такое очень растяжимое, да. Ну, в нашем случае мы сейчас отрабатываем, мучимся, мы должны, пока бороться не будем, мы изучаем ударные, ударные виды. Клинч в нашем понятии, когда вот он схватил меня за голову, да, и растаскивает, чтобы мне неудобно было защищаться, да. И вот с этой позиции плотно держит руку, голову, шею, да, наносит прямые удары коленям. Раз, легко, раз, еще, нет. Так мы отрабатываем на одиночном движении. Вот таким образом мы с захватом клинч отрабатываем прямые удары коленами. Клинч. 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 Клинч.